«Ты судишь». Я много раз слышала это от людей, которые утверждают, что они христиане и даже знают Библию. Истина в том, что Дух Божий судит всё. Если Дух Божий живёт в нас, Он обличит мир о грехе через нас. Наши слова и даже наше присутствие будет обличать и судить мир. Терпимость к греху во имя любви – это высший обман последних времён. Истина Божья даёт благодать грешникам, но является частью процесса исцеления, который избавляет грешников от порабощающей их власти греха. Даже исцеление является частью этого процесса. Бог исцеляет, потому что Он избавляет от греха, а также от последствий греха, которые являются болезнью, хотя и не всегда. Вот почему Иисус говорил, «Прощаются тебе грехи, когда исцелял больных». Проблема заключается в нечестивом грехе. И пока Бог не разберётся с грехом в нашей жизни, мы по-прежнему находимся под грехом и не будем иметь части в Царстве Иисуса Христа. Наша часть будет в аду вместе с детьми непослушания, ненавидящими Бога. «Остерегайся терпимых, толерантных христиан, которые не высказываются против греха. Суди о проповеднике или учителе по тому, чего они не упоминают в своих проповедях. Если они никогда не упоминают о грехе или покаянии, беги. Евангелие без покаяния в грехе – это обман, даже если там присутствует имя Иисус». Иисус.